Музыка Предисловие. Прошу прощения за посторонние звуки у соседей. Ремонт. Если фотографии из последнего похода дятловцев, а также фотографии из поисковых работ сравнить с любыми другими фотографиями того времени, а хоть бы из прошлых походов дятловцев, бросаются в глаза странные отличия. На снимках из последнего похода и с поисковых работ в кадр бывало попадало то, что не распознается. Я вижу что-то и не могу распознать, что это такое. Я не знаю, что это, как это назвать или как такое может быть. Лишь несколько примеров. Странный треугольник на тулупе Артюкова. Странная штука в руке Зины. Не менее странная в руках дятлова. Я много разбирал это в отдельных прошлых сериях. Добро пожаловать в мир тайны. Наибольшее количество таких загадок попало в кадр, который я условно назвал «Кому сахар». И хотя я уже рассказывал о нем, сегодня углядел кое-что новое. И снова необъяснимое. Сначала дам полную картину. Кому-то может показаться, что я повторяю старую серию «Кому сахар», однако не спешите с выводами. Вас ждет самый полный и расширенный разбор загадочной фотографии. Этот снимок, с моей легкой руки вошедший в дятловедение под названием «Кому сахар», относится к числу тех снимков, чьи полные фотопленки неизвестны, равно как для общественности остается тайный источник снимков. У кого подлинник именно этой пленки, если сохранился, у кого отпечатанная фотография, кто ее сканировал, как к владельцу попала эта фотография. Проследив цепочку владений, мы бы нашли всю пленку, но увы. Рассматриваемый скан – это скан не с негатива пленки, а с фотографии. Имеет разрешение 2731 на 3451 пиксель, формат JPEG, данные EXIF удалены. По хронике, которую я показывал в серии «Хроника похода», располагаю этот снимок на временной шкале за 31 января. Утро, место лабаза в верховьях речки Ауспи. Обобщенный вывод, разошедшийся по интернету после моей трактовки этого снимка, таков. Зина предлагает кусочки сахара Рафинада малорослому представителю волшебной чуди белоглазой, оставшемуся за пределами кадра. В сети есть опровержение моей трактовки. Как то, Зина предлагает сахар ребенку Манси, либо Оленю. Все это замечательно. Да вот только у лабаза на Ауспи дятловцы не встречали Манси с оленями. И не было у Манси и у дятловцев вот таких маленьких лыжных палочек. А еще критики забывают или умалчивают вот этот снимок с поисковых работ. Давайте его подсветлим. Судя по всему, это нашли Манси, раз фоткаются рядом. Вот эти махонькие лыжные палочки, а вот ружьишко им подстать. Позади них стоят полноразмерные лыжные палки и лыжи. Чьи же это лыжные палочки такие и ружьишко миниатюрное? А давайте посмотрим на эту маленькую ногу, торчащую из свертка. Темная от мороза кожа выше колена, а ниже колена в полосатой гектре. Размер этой маленькой ноги соответствует вполне и лыжной палочке, и ружьишку. Это запечатленный на фотографии факт существования тех, кого на Урале называют чудью белоглазой. И опровергать его все равно, что опровергать существование солнца на небе. Оно есть, и его видно. Да, трактовка не вписывается в общепринятую картину мира. Ничего не могу поделать. Истинно научный путь не отвергать по причине, что этого якобы не может быть, но принять как данность и расширить свое мировоззрение. Но вернемся к фотографии Камусахар. В ней много необычного помимо сюжета, но давайте остановимся еще немного на нем. Допустим, в отличие от других исследователей, я допускаю все, что угодно, в пределах, если это проистекает из фактов. Допустим, что дятловцы встретились в районе Алабаза с представителем чуди белоглазой, эдаким местным эльфом. В условиях лютой зимы он ходит на лыжах, не мерит же ему сугробы валенками. С какой целью произошла эта встреча, выходит за рамки моих рассуждений. Но зачем предлагать ему сахар? Я вижу на ладони Зины по меньшей мере четыре куска. Сладенькое любит? Или он чудин, диковинная зверушка, что ему надо лакомство предлагать? Я допускаю и уверен, что мы не знаем многого о мире, в котором живем. Большинство не знает даже не на паранормальном уровне, а на бытовом. Ну, допустим, как работает Wi-Fi или мобильный инет. Ну вот как-то, радиоволны. Но вы о них не думаете. Вы думаете о том, что инет работает или нет. Ютуб показывает или висит. А как оно работает, никого не заботит. И вы даже не видите окружающие вас радиоволны. Физически вы никак их не можете ощущать. А ведь они есть. Так вот, сахар. Я вспомнил такую штуку. Ванга, которой, наверное, уже приписали тысячу процентов того, чего она не говорила, просила на приеме, чтобы человек дал ей кусочек сахара-рафинада, предварительно подержав ночью у себя под подушкой. Потом Ванга касалась этого кусочка-рафинада. И бог весть, как оно работало. Но это как бы открывало интерфейс к знаниям о человеке. Зина предлагает четыре кусочка. Блин, как бы я хотел попасть туда, встать рядом с тем, кто фотографирует. А кто фотограф? Непонятно. В кадре у нас, помимо Зины и неопознаваемого слева, видны Кривонищенко, Люда, Дорошенко, Колеватов. Значит, фоткать могли Дятлов, Тибо, Золотарев, Слободин. Снято, предполагаю, в месте лабаза, под ракурсом, где палатка не видна. Возможно, она у фотографа за спиной. Самый задний план – заснеженные хвойные деревья. Очевидно, идет снег. Я вижу заснеженность одежды Зины. Однако я сравниваю ее с заснеженностью других, присутствующих в кадре, и удивляюсь. Да, разная ткань, снег может осыпаться, но на Кривонищенко не так уж много снега, на Люде непонятно, на Дорошенко видно на шапке наверху, Колеватов сидит, по нему особо не видно. А вот снег на одежде Зины распределился таким образом, будто она стоит в этом положении уже долгое время, ибо снег осел наверху шапки, снятом капюшоне, этой части левой руки, этой части правой, то бишь на сторонах одежды, которые в данное время обращены кверху. Если бы Зина стояла разогнувшись, руки не были бы заснежены именно таким образом. Словно поддерживая себя в таком согнутом состоянии, Зина держится левой рукой за штаны. Что вообще происходит? Все словно застыли и боятся нарушить текущее положение вещей. Правый угол кадра, Колеватов в капюшоне сидит непонятно на чем, на руке его нет рукавицы или перчатки. Уголки губ опущены. Вообще из всех, кто виден в кадре, лишь Зина улыбается. Колеватов смотрит влево, в направлении того, кому Зина протягивает сахар. Дорошенко в капюшоне, рук не видно, уголки губ опущены. Люда в капюшоне, в перчатках, придерживает рукой нечто похожее на металлическую кружку с ободком. Смотрит куда-то вниз, возможно на сахар. Кривонищенко в капюшоне, фуфайке, одна рука без рукавицы, на другой руке рукавица, на ней кусочек чего-то прямоугольного, темного и сверху светлое, возможно тоже рафинад. Щеки Кривонищенко надуты, но если бы он набил рот едой, то надута была бы только одна щека. Может быть в руке у него не съестное, а хронометр или что-то в этом роде. Смотрит примерно на рафинад в руке Зины, можно сказать, внимание Кривонищенко словно приковано к ладони с рафинадом и тому, кому он предназначается, кто находится вне кадра левее. Между Людой и Зиной на снегу лежит нечто, что кажется сшитым из прямоугольных лоскутов. Рюкзак, но его часть, или то, что высовывается из него, светлая и как бы сегментированная, с отверстием, обращенным к небу. Я не могу понять, что это такое. Эта белая штука напоминает мне обтянутый тканью проволочный каркас. Поглядим на Зину. Не видно, стоят ли на лыжах другие люди в кадре, но Зина стоит на лыжах. Она пришла в кадр откуда-то справа. Около ее правой, дальней от наблюдателя ноги, на снегу что-то лежит. Возможно, эта Зина поставила свой рюкзак. Качество скана не позволяет нам рассмотреть и точно определить, что это. На левой лыже Зина оставила свои, вероятно, варежки или варежку. Рядом с нею же, ближе к фотографу, в снег воткнуты две бамбуковые лыжные палки обычного размера. Такие же мы видели у Зины на других снимках из похода. Левее Зины я вижу два очень больших с высокими голенищами сапога. Один я обвел красным цветом, другой синим. Голенище красного невероятным образом скручено, будто его завернули так, мокрым, и оно замерзло. Если это сапог и сапог кирзовый, я не представляю, как голенище могли завернуть спиралью подобным образом. Другой предполагаемый сапог кажется мне перегнутым, сложенным пополам. Он лежит на чем-то светлом, форме параллелепипеда, с темным прямоугольником в торце. На что это похоже? На пустую коробку с толстыми стенками. Правая лыжа Зины касается маленькой лыжной палочки. Другая такая же воткнута в снег дальше. Мы видим от нее лишь верхнюю часть. Сопоставляя длину и толщину лыжных палок возле левой лыжи Зины с палкой возле правой лыжи, очевидно, что маленькие палочки в самом деле маленькие. Это не игра, а ракурса. Принадлежат ли эти палочки тому, кто вроде бы сидит к нам спиной в левом углу кадра. Нет, он будто нормального роста. Это действующее лицо в кадре всегда воспринималось мною так. Кто-то сидит к нам спиной, мы видим его колено и рукав светлой штормовки. Но я стал смотреть внимательнее и погружаться в непонятки. Что выше этого светлого рукава я гадать не буду. Но допустим, вот у нас рукав, правее темная штанина, вы согласны? А вот обмотка, примерно как у Зины. А что между ними, между штаниной и обмоткой? Увеличим контраст. На самом колене мы видим небольшую пластину, от которой ниже отходит нечто вроде крепления на эдаком шарнире. По крайней мере, заметно, что эта часть подвижна и крепится для возможности поворота туда-сюда. На что похоже? Протез? У кого? У дятловцев не было протезов? Протез ли? Но ведь это не штанина. Что-то между штаниной и обмоткой от колена до обмотки. Для очистки совести. В Советском Союзе на то время был известен разработанный Ароном Кобринским, Яковом Славутским и Виктором Гурфинкелем бионический протез. Или, как тогда говорили, протез предплечья с биоэлектрическим управлением. Там были транзисторные схемы усиления сигнала, двигатель постоянного тока, а батарею надо было носить на поясе. Разработка относится к 1957 году. О ней написано в книге Кобринского 1972 года «Вот они, роботы» и Славутского «Физиологические аспекты биоэлектрического управления протезами». Я не говорю, что на снимке бионический протез или вообще протез. Я просто думаю, на что это может быть похоже в 1959 году. Может, это вообще страховка, чтобы не сломать себе ногу при падении на лыжах. Важно, что на фотографиях дятловцев из последнего и предыдущих походов нет ничего подобного. К тому же мы не видим, кто именно сидит в левом углу кадра. Но это еще не все. Помимо фантастической конструкции между коленом и обмоткой, посмотрим ниже обмотки. Нет, не так. Вот колено направлено туда. Теперь ниже обмотки. Куда должна быть направлена стопа? Туда, где стрелка. Невозможно вывернуть ногу так, чтобы колено смотрело туда, а стопа радикально в другую сторону. Стопа должна быть где-то здесь, а ее нет. Нога стоит на какой-то узкой рейке, перпендикулярной стрелке нашего направления. Может, это лыжа подстать маленьким лыжным палочком чудина, но это не снимает вопрос, где стопа. По смутному облаку пикселей можно предположить, что она направлена туда, перпендикулярно направлению колена. Но так стопу повернуть нельзя. Биология не позволяет, если колено смотрит туда. Это напоминает мне объект на фотках, который трактуют как установку палатки. Вот смотрите. Вот здесь нечто похожее и на руку, и на ногу. При этом не видно, кому оно принадлежит, и как при этом должно располагаться туловище. Кому же сахар? Что за рецепт такой с сахаром? Какой сюжет можно приготовить из этой фотографии? Мне это чем-то напоминает концовку Гоголевского ревизора, когда все замирают. Дятловцы тоже замерли, но это был не конец, а начало его приближения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok